Добрый день! Недавно на ежегодной конференции «Актуальные вопросы эндоскопии» были представлены бланки информированных добровольных согласий по специальности эндоскопии. Хочу подробнее рассказать вам об этих документах и как их можно и нужно использовать в вашем учреждении. Эти документы были подготовлены в рамках проекта по совместному созданию ИДС по специальности эндоскопии. Над ними трудились большая группа экспертов-эндоскопистов, юристов, специалистов по клинико-экспертной работе, представителей пациентской организации и даже психолог. Итак, вы уже знаете, что не может быть одного универсального ИДС по эндоскопии. На каждое вмешательство должно быть подписано соответствующее согласие. При разработке согласий важно было не просто проинформировать пациента о предстоящем вмешательстве, а отдать конкретную и полную информацию о предполагаемом вмешательстве. И, что особенно важно, о возможных последствиях. Эксперты-эндоскописты поднимали мировой опыт по зарегистрированным и описанным осложнениям и провели большую, колоссальную научную работу. Поэтому те цифры, которые приведены в этих документах по возможности наступления осложнений, основаны на серьезном аналитическом труде. Мы старались дать полную информацию о предстоящем вмешательстве с медицинской точки зрения, но какая бы правильная и полная информация не была, важно, чтобы она была максимально доступна и понятна пациенту. Полностью отказаться от медицинской терминологии мы не могли, но в своих формулировках старались раскрыть сложные понятия, таким образом соблюдая право пациента на получение полной и доступной информации. Но и отдельно хочу пару слов сказать о дизайне документа. Он действительно узнаваем. Мы старались уместить всю информацию на двух страницах, чтобы весь документ можно было распечатать на одном листе. Документ четко структурирован. Пациенту понятно, где необходимо поставить подпись и внести свои данные. А теперь давайте перейдем к тому, как использовать данные документа в своем ЛПУ. Для использования информированных добровольных согласий в своем лечебно-профилактическом учреждении администрация, например главным врачом, должен быть издан приказ. Это локально нормативный правовой акт лечебно-профилактического учреждения. В шапке ИДС должно быть указано соответственно наименование учреждения. А в правом верхнем углу номер и дата самого приказа, который утвердил данный ИДС к использованию в соответствующем учреждении. Также в документе на втором листе должны быть указаны контактные данные учреждений, куда пациент может позвонить в случае возникновения каких-то вопросов или нежелательных последствий после вмешательства. Но мы знаем, что в каждом учреждении есть свои особенности, которые важны учесть в каждом ИДС. Поэтому администрация перед принятием данных документов может добавить или скорректировать пункты ИДС с учетом своей специфики. Ну и финально, обязательно проговорить с пациентом вопросы, связанные с предстоящим вмешательством. Уточняйте у пациента, все ли им понятно по ИДС, есть ли у них вопросы по манипуляции, не пренебрегайте ответами. Пациент доверяет вам вмешательство, и кто, как не вы, должны в доступной форме донести о столь важных деталях предстоящего вмешательства или операции. Надеюсь, что данные документы будут полезны в вашей работе.